Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И это уже не первый раз был. Был еще случай. О нем мы знаем из хадиса посланника Аллаха. Две женщины пришли к Давуду, мир ему. И обе утверждали, что ребенок, маленький ребенок, это их ребенок. Каждая из них утверждала, что именно она мать ребенка. Давуд, мир ему, выслушал первую, потом выслушал вторую и говорит, я выношу решение, что это твой ребенок, одно из них. Сулейман, мир ему, говорит, позволь я рассужу. Давуд, мир ему, согласился. В итоге, пророк Сулейман, мир ему, сын Давуда, говорит, значит вы обе утверждаете, что вы матери. Ладно, говорит, меч достает. Я сейчас этого ребенка, говорит, разрежу пополам. И вам достанется пополовине. И такой все уже, типа сейчас резать будет. И в итоге, одна из женщин такая, нет, 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 все, все, отдайте вон ей, это ее ребенок. Сулейман, мир ему, естественно, ребенка трогать не собирался. Он сказал, женщина, которая бросилась защищать ребенка, является настоящей матерью ребенка. Отец Сулеймана, Давуд, мир ему, царем был, великим царем. Но его сын Сулейман стал еще более великим царем. Аллах дал ему большое царство. И по просьбе самого Сулеймана сделал так, что после него таким царством обладать уже не будет никто. И знаете, что интересно? Отец его пророк. И сам Сулейман тоже пророк. Мир им и благословение Аллаха. То же самое с Ибрагимом и Исмаилем. Отец и сын. То же самое Ибрагим и Схак. Отец и сын. Дальше. Исхак и Якуб. Пророк, пророк. Но чем выделяются именно вот эти пророки, Давуд и Сулейман, отец и сын, чем они отличаются от других? Тем, что в этом случае сын превзошел отца. Давуд был великим пророком. Но сын его стал еще более великим в своих достижениях. Ибрагим, мир ему, это праотец всех этих пророков Аллаха. Но его сыновья не превзошли его. То есть, в случае с Ибрагимом и Исмаилем, отец превосходил сына. А в случае Давуда и Сулеймана, мир им, сын превзошел отца. И Аллах что этим показывает нам, что может быть сын, который превзойдет тебя? Может быть такое, что тебе придется признать, что да, мой сын добился больше меня. Превзошел меня. В чем-то конкретном. Не должно быть гордыни. Мол, ты кто такой? Я твой отец, понял? Бывает, что сын умнее отца. В конкретных моментах, может не во всех. То же самое дочь может превзойти мать. Как умственно, так и в плане богобоязненности. Аллах чему учит нас в Коране? Вот есть отец, пророк. А сын неверующий. Это кто у нас? Нух, мир ему. Он был пророком, мир ему и благословение Аллаха. А сын неверующий. Или бывает так? Сын пророк, а отец неверующий. Кто это? Ибрагим, мир ему. Бывает. И так, и так. Бывает, что муж пророк, а жена неверующая женщина. Пророк, люд, мир ему. И Нух тоже. В случае с Нухом еще хуже. Два члена семьи неверующие. И жена, и сын. Оба. Или некоторые вот говорят. Кто ты такой, чтобы призывать? Иди семью свою призывай. Посмотри лучше на то, как они себя ведут. Было такое? Было или не было? И бывает такое на самом деле, что человеку трудно призывать кого-то к истине, когда ему говорят, мол, посмотри на своего сына, на дочь, еще на кого, на племянника, брата, сестру, на отца, на мать. Посмотрите, как в Коране. Человек может быть пророком, но сын пожелал быть неверующим. Или, например, жена. Бывает так. О пророках Давуде и Сулеймане Всевышний Аллах говорит в Коране. Мы даровали им обоим власть и знание. И Аллах говорит в суре корова. Таковы посланники. Одним из них мы отдали предпочтение перед другими. Некоторые из них более велики. Например, вот Давуд мир ему, Сулейман мир ему. Есть еще Юсуф мир ему. Высокая степень у него, ведь он столько всего натерпелся за жизнь. Отец его Якуб мир ему. Пророк тоже. Или вот дедушка Якуба. Ибрагим мир ему. Великим пророком он был. Но над ними кто? Пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям. Он более великий. То есть у каждого своя степень. У них у всех степени высокие, но у одних выше, чем у других. И так в любой сфере всегда найдется тот, кто лучше тебя. Здесь без вариантов. И здесь надо научиться проявлять смирение, когда кто-то превзошел тебя в твоей области. Вернемся к Сулейману. Давуд мир ему, жил и правил до самого конца жизни. Сура Муравьи, 27 сура, аят 15. Аллах говорит. Мы даровали знания Давуду и Сулейману. И они сказали «Вся хвала Аллаху, который предпочел нас многим из своих верующих рабов». Если ты видишь, что ты превосходишь кого-то в плане богобоязненности, каких-то талантов, знания, в плане благих дел, то прояви смирение перед Аллахом. Скажи «Альхамдулилях», «Хвала тебе, Аллах, за то, что ты дал мне все это». Или вот наоборот тоже. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, если видел кого-то больного с каким-то недугом, дефектом, он говорил. «Вся хвала принадлежит Аллаху, который уберег меня от этого». То есть от такого-то недуга, от такого-то дефекта, которым поражен он. «И дал мне то, чего не дал многим другим своим творениям». Это вот как Сулейман мир ему сказал. «Мы позже до этого дойдем». Но забегая немного вперед, скажу. «Мой Господь оказал мне эту милость, чтобы испытать меня, буду ли я благодарен или буду непризнателен». Некоторым людям не хватает терпения. Остро не хватает. А некоторые неблагодарны. Не благодарят Аллаха за то, что имеют. А ведь должно быть и то, и другое. И терпение, и благодарность. Или проблемы будут. Вот тут случай был буквально на той неделе. Одноклассник сына моего пригласил домой к себе. А дом у него далеко не обычный. Там у них дом в престижном районе. Большой особняк. Миллионы фунтов стоит. И жена мне говорит, может не надо его туда отпускать. Я говорю, почему? Но он говорит, пойдет туда, очаруется всем этим. Там бассейн у них в доме, игровая комната. Чего там у них только нет. А домой как вернется? И ощутит огромную разницу. Бывает же такое. Жена чья-нибудь сходит в гости. Вернется? Что-то занавески у нас старые такие. А бывает муж сходит в гости. Думает, у меня жена такая старая оказывается. И то, и другое. Конечно неправильно. В итоге я жене говорю, нет, ему надо пойти. Почему? Я хочу, чтобы он почувствовал, как живут люди богаче нас. Чтобы он потом вернулся домой, почувствовал, что у нас меньше. И тогда я научу его терпению и благодарности. А если без благодарности Аллаху смотреть на то, что у людей есть, просто будешь завидовать, будешь недоволен, будешь жаловаться, хотеть получить больше, но это неправильно. Да и вообще, всегда найдется тот, у кого больше, чем у тебя. Но и всегда есть те, у кого меньше, чем у тебя. Так что лучше ребенка научить терпению и благодарности, когда ему лет 11-12, а не когда ему 41-42. Если в таком возрасте он не благодарен Аллаху, то трудно жить ему будет. Ну так вот, возвращаемся к Сулейману. Аллах говорит в Коране. Сура 27. Сулейман наследовал Давуду. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхиусалям, говорил, что пророки не оставляют наследства. Тогда о каком наследстве речь? Имеется в виду наследство нематериальное. А наследие в плане того, что Давуд, мир ему, был судьей. И Сулейман тоже стал судьей. У отца была власть. И Сулейман тоже унаследовал власть. У отца была армия. Сулейман тоже унаследовал армию. Для чего? Для себя? Нет. А чтобы? Аллаху служить. Дальше у Давуда, мир ему, было знание. И Сулейман, мир ему, унаследовал знание. Ну так вот, как было? Когда Сулейман, мир ему, пришел к власти? О ряде моментов нам с вами надо поговорить. О ряде историй. Вот причисто Аллах. Коран полон таких историй. Мы по ним учимся. И истории не надоедают. Вот дети же любят истории. Взрослые тоже любят истории. Ну правда. Так же. Любим мы истории. Я же вам их постоянно рассказываю. И вы приходите снова и снова послушать истории. И я люблю истории. Вот в детстве, лет в шесть, мы эти истории воспринимаем одним образом. Когда тебе 16, уже по-другому воспринимаешь. Когда тебе 35, 45, по-другому. Проанализируем. Всевышний Аллах говорит. Сура 38, сура Сод. Аят 30. Мы даровали Давуду Сулеймана. Как прекрасен был этот раб. Поистине он всегда обращался к Аллаху. То же самое Аллах говорит о Давуде, мир ему. И вот история. Аллах говорит в 31 аяте. Однажды после полудня Сулейману показали прекрасных коней. Сулейман, мир ему, любовался этими конями, гладил их, наверное. Увлекся созерцанием этих коней, породистых, которые игриво стояли, переступая на трех ногах. Сегодня ставки делают на лошадиных скачках. Да простит великий Аллах. Это как это. Муфти одного спросили. Конину есть мокрух? То есть нежелательно? Потому что в книгах по исламскому праву написано, что есть ее нежелательно. Муфти говорит, раньше было мокрух. Кони нужны были на пути Аллаха. А сегодня еще как халяль. Почему? Потому что коней больше не используют на пути Аллаха, а используют для ставок. Так что бисмиллях Аллаху Акбер. Вперед. Ну так вот, Сулейману, мир ему, показали прекрасных коней. И пока он на них любовался, солнце ушло за горизонт. И он понял. Намаз пропустил. Пока любовался творениями Аллаха, пропустил поклонение Аллаху. Мы не знаем, был ли это обязательный намаз, или желательный, или имеется в виду поминание Аллаха. В общем, забыл. По забывчивости пропустить намаз – это не грех. Человек забывчивый. Но когда он вспомнил про намаз, ему нужно пойти его совершить. В Коране Аллах говорит. В сотой суре Адият. Клянусь скачущими запыхаясь. Клянусь высекающими искры копытами. Клянусь нападающими на заре. Аллах клянется конями. Пять клятв он приносит о конях. И дальше Аллах говорит. Поистине, человек неблагодарен своему Господу. И он сам является тому свидетелем. Поистине, он страстно любит блага. Почему Аллах об этом говорит после клятв, связанных с конями? Почему? Причисто Аллах. Вот почитайте потом сотую суру. Суру скачущие. Всевышний Аллах тем самым говорит нам. О, человек! У тебя есть кони. Ты их дрессируешь. Они становятся послушными тебе. Потом ты на этом коне врываешься в гущу боя на поле битвы. Там, где метают копья, выпускают стрелы. И твой конь не боится этих копий и стрел. Не боится тех ранений, которые может получить. Он просто верно служит тебе. И бросается вперед. Прямо туда, куда ты его направил. Высекая копытами искры. Когда ты на этом коне наступаешь на заре, он слушается и скачет по твоему желанию. И Аллах хочет сказать, о человек, вот ты дрессируешь коня, кормишь его, и он слушается тебя во всем. А ведь я, твой создатель, кормлю тебя, а ты забываешь обо мне. Для твоего коня ты, господин, он тебя слушается. А меня, создателя, ты не слушаешься. И Сулейман, мир ему и благословение Аллаха, сказал, Я продолжал отдавать предпочтение любви к добру перед поминанием моего Господа. Пока солнце не скрылось. Верните их ко мне. Он, похоже, это сказал уже после намаза. И что конкретно после этого Сулейман сделал? У толкователей два мнения. Большинство толкователей сказали, что Сулейман этим коням одному за другим. Вот этим самым дорогим дрессированным коням. Сколько они стоят? Сами понимаете, дорогие. Ценны. Одному за другим он начал рубить им голени и шеи. А другие толкователи сказали, что когда он сказал, Верните их обратно, он начал их поглаживать с милосердием. Слова в этом аяте могут означать проводить рукой по голеням этих коней и проводить рукой по их шеям. Или это может значить, как в первом толковании, что он проводил рукой по их голеням и шеям в том смысле, что он рубил им голени и шеи. Эти кони были большим испытанием от Аллаха. Для нас в этом урок. Праведные люди отказываются от самого дорогого ради их Господа, ради Аллаха. Особенно, если это отвлекает их от поминания Аллаха. Однажды жена пророка Аиша, да будет доволен ею Аллах, сшила занавеску. И на ней вышел рисунок птицы. И пророк, салаллаху алейхи васалям, после намаза сказал, О Аиша, сними эту занавеску. Она отвлекла меня от поминания Аллаха, когда я читал намаз. И он велел Аиша, да будет доволен ею Аллах, разрезать эту занавеску и сделать из нее подушку или наволочку. И это показывает нам, что когда речь идет о поминании Аллаха, то мы должны брать пример справедных, не позволять чему-то отвлекать нас от викра, поминания Аллаха. Мирское не должно нас отвлекать от поминания Всевышнего Аллаха. И нам есть над чем задуматься, что нас отвлекает. Первое, наш смартфон. Огромное искушение. Как только намаз закончили, Как только имам... Как там моя жизнь? Как она? Столько искушений, столько запретного на экране. Так вот в истории Сулеймана для нас большой урок. Мы не должны позволять тому, что мы любим, отвлекать нас от поминания Аллаха. И вот еще испытание, которое Аллах дал пророку Сулейману, мир ему. Вы только послушайте. Опять же, здесь два толкования. Это в 38-й суре, в аяте 34-м. Мы подвергли Сулеймана искушению. И бросили на его трон тело, после чего он раскаялся. О чем говорит Аллах здесь? Толкование два. Первое толкование говорит, что Сулейман, мир ему, сильно заболел. И когда Аллах говорит, мы бросили на его трон тело, имеется в виду сам Сулейман, мир ему. Мы бросили его на трон, в том смысле, что он обессилел. То есть он настолько ослаб, так истощился, что уже был похож просто на тело. И тогда он раскаялся перед Аллахом. И Аллах одарил его большим. Это одно толкование. Но я лично придерживаюсь второго. Второе толкование говорит о том, что армия Сулеймана начала относиться халатно к своим обязанностям. И Сулейман, мир ему, сказал, сегодня ночью я обойду 70 своих жен. Вы скажете, что ты, шейх, сказал? Сколько жен у него было? Да, я сказал 70. Ему Аллах это позволил. А нашей общине? Нет. Пророку Мухаммаду, салаллаху алейхи ва салям, как и пророкам до него, Аллах разрешил брать в жены столько женщин, сколько он захочет. А у Сулеймана было 70 жен. Вы только не думайте, что Сулейман обделял жен в плане каких-то обязанностей. Нет. В том-то и дело, что Аллах разрешил своим посланникам иметь столько жен, сколько они захотят, потому что они были в силах быть справедливыми со всеми. А нам сколько максимум можно? Четыре. Брат сказал одну. Нет, на самом деле четыре. Но если не можешь быть справедливым между четырьмя, тремя или двумя, тогда одну. Если жен много, то и детей, наверное, будет много. В итоге ты по имени будешь звать? Абдуль Карим, ой нет, Абдуль Хаким, ой нет, Абдуль Джаббар. Короче, вот ты иди сюда. Как бы тебя там ни звали, имена будешь забывать. Какой там заботится? Даже их имена забудешь. Шучу, конечно. Но на самом деле, нужно как следует заботиться обо всех, кто на твоем попечении. И вот у Сулеймана было 70 жен. И он сказал, я обойду всех своих семидесятерых жен. То есть пересплю с каждой. Пречист великий Аллах. Представляете, какая у него была сила. Наш посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, на последнем году своей жизни нашему пророку Мухаммаду, салаллаху алейхи вассалям, было тогда 62 года. Знаете, что он сделал? Это в сезон Хаджи было. За одну ночь он обошел всех своих жен. Тогда у него было 9 жен, еще 2 скончались. И он обошел всех своих девятерых жен. Переспал с каждой из них за одну ночь. Ну то есть конкретно, полноценно переспал. Ну вот у кого на сколько сил хватит? На одну жену или на две? Ну может с трудом на 4. А пророка хватило на 9. За ночь. А Сулеймана, мир ему на 70. Братья, ну скажите, Аллах превыше всего. У вас столько жен нет, понятно. 72 гури в раю ждут. Терпение, терпение, иншаллах. Вот. И как дальше был? А, он еще добавил, Каждая из 70 жен родит мне сына. И я из них воспитаю воинов на пути Аллаха. И мои сыновья, воины, покажут вам, как надо сражаться на пути Аллаха. Мои дети, воины, не подведут так. Но он забыл об одном. Сказать, иншаллах. И вот, он обошел 70 жен, мир ему и благословение. И, в итоге, ни одна не забеременела. Кроме одной. Одна жена родила ребенка. Но и этот единственный родился инвалидом. Она пришла, смущенная, подошла к его трону и положила ребенка ему на трон. Сулейман, мир ему, посмотрел и сразу же раскаялся. Весь смысл в чем? Он раскаялся. Мы все ошибаемся, брат. Мы все ошибаемся, сестра. Поймите, ошибаемся мы все. Но только не нужно, пожалуйста, так делать, что вы зацикливаетесь на грехе. Мол, астахферу, астахферу, и гнобите себя. Конечно же, нужно каяться. Но без отчаяния. Боже, как я мог. И человек думает, думает и думает об этом. В итоге он закапывает себя в эту воронку отчаяния. Начинает думать, мол, я же и раньше это делал, и еще до этого делал, и до этого тоже. Да я самый худший. Человек на земле. Каялся ведь уже и снова согрешил и снова. Верь, что Аллах простит тебя. Посланник Аллаха, салаллаху алейхиу асалям, сказал, После того, как ты совершил грех, сразу же соверши доброе дело. И грех сотрется. Вместо того, чтобы гнобить себя, возьми лучше намаз почитай. Так, два раката, бисмилля. Если мало показалось, Коран открой, почитай, бисмилля. Если все еще мало, викр поделай, Аллаха попоминай. Если мало, еще доброе что-нибудь сделай. Пока не почувствуешь, что, мол, ну все, теперь я хорошо покаялся. Ощути, что под этими добрыми делами ты похоронил этот грех. Почувствуй, что твои добрые дела стерли твой тот или иной грех, который ты совершил. Таков путь пророков. Они учили поступать именно так. И вот Сулейман, мир ему, допустил ошибку. Даже не грех, просто ошибка. Он сказал, в будущем будет то-то, но не добавил, если пожелает Аллах. Вам ничего это не напоминает? В аяте 24, когда Аллах испытал пророка Давуда теми двумя людьми, Давуд выслушал только одного и вынес решение. Аллах говорит, то есть он покаялся. И здесь тоже. Сулейман, мир ему, совершил ошибку и после этого он покаялся. О чем это говорит? Если ты оступился, подскользнулся, покайся Аллаху и двигайся вперед. Если будешь зацикливаться на прошлом, то не сможешь эффективно действовать в настоящем. Мусульманин, если согрешил, должен просить прощения, должен каяться Аллаху, выносить урок из прошлого и твердо намереваться так не делать. Но надо идти вперед. Каждый раз после греха настраивайтесь, что вы будете хорошим мусульманином. Идите вперед и творите добро. Аллах в Коране приводит слова Сулеймана, когда он покаялся. Сура 38, аят 35. Господи, прости меня и даруй мне такую власть, которая не будет подобать никому после меня. Воистину, ты дарующий. Казалось бы, ты оплошал, тебе бы кается да кается, а ты еще просишь что-то у Аллаха. Но это нормально, Сулейман смело попросил, такой большой дар попросил. Да, я ошибся у Аллаха, но ведь ты дарующий. Ты же можешь дать мне больше, чем у меня есть. Дай мне больше. Вот так надо. Десять шагов вперед. Он ошибся, покаялся и такой, мол, а теперь я еще сильнее стану. О, Аллах, дай мне большую власть. О, Аллах, дай мне больше, больше. Он сделал дуа, и Аллах принял ее. И теперь он превзошел отца в плане власти. Аллах в Коране говорит, 36-й аят. Аллах говорит, тогда мы подчинили ему ветер, который нежно дул по его велению, куда бы он ни пожелал. Аллах говорит, то есть не ураган мощный, с большой скоростью. По идее, так же, чтобы лететь на потоках ветра, ветер должен быть очень сильный, чтобы перенести тебя, скажем, в другой город. Но Аллах говорит, нежный ветер, но вместе с тем он был и быстрым. Таким быстрым. Аллах вот здесь говорит в другом месте, Корана. Что путь, который обычные люди проделывают за целый месяц. 34-я сура, аят 12-й. Мы подчинили Сулейману ветер, который утром пролетал месячный путь и после полудня пролетал месячный путь. Пешком человек проходит за день километров 25. Умножаем на 30. Сколько будет? 750 километров. То есть, без четверти тысячу километров Сулейман мог пролететь утром. ветер переносил его. И это только одна из возможностей, которые Аллах ему дал. Дальше Аллах говорит и вот это, да, просто неслыхано. Аллах подчинил ему дьяволов, шайтанов, плохих джинов. Над ними Аллах дал власть ему. И говорится, что у Сулеймана было кольцо, через которое Сулейман по воле Аллаха мог подчинять джинов. Сулейман давал джинам выбор. Или работаешь на меня, или заточу тебя. Также мы подчинили ему дьяволов, всяких строителей и ныряльщиков. Они создавали для него прекрасные строения, а некоторые джинны ныряли по его велению и доставали жемчуг со дна океана. Это ныряльщики. Аллах говорит и прочих мы ему подчинили, связанных оковами. Тех, кто отказывался работать, он заковывал в кандалы. Аллах говорит это наш дар. Оказывай милость или удерживай, расчета не будет. Воистину он приближен к нам и ему уготовано прекрасное место возвращения. Но и это еще не вся его власть. В 27 суре Аллах говорит аят 16. Сулейман сказал о люди мы обучены языку птиц. Большинство толкователей говорят, что когда Сулейман мир ему сказал мы, он имел в виду только себя. То есть мы не как множественное число, а как особое форма обращения. То есть язык птиц понимал только он. А некоторые толкователи сказали, что и Давуд тоже. Отец его, что он тоже понимал. Сулейман слышал птиц и понимал как они восхваляют Аллаха. И Сулейман мир ему сказал и нам даровано ото всего сущего. Ото всего сущего не в том смысле, что Аллах даровал ему вообще все. Мы потом дойдем до царицы Бель-Кис. У нее было царство, о котором Сулейман вообще не знал. И он сказал это и есть явное превосходство или милость Всевышнего Аллаха. Но так вот Сулейман понимал язык птиц. То есть натурально понимал о чем говорят птицы. И не только это, но птицы для него делали то, о чем он просил. Если птица не слушалась, он мог наказать ее. То есть он мог сказать какой-то птице «летай над моим царством и наблюдай где что происходит». Джинов он также мог посылать с какими-то задачами. И птицы разлетались, наблюдая с неба за его царством за разными областями. И они приносили ему информацию, рассказывали ему что видели. Он мог приказать какому-то джину, чтобы он привел к нему другого джина. Такая у него была власть. Джины трепетали перед ним. И для людей Сулейман был великим царем. Но и это еще не все. У пророка Сулеймана было еще вот что. Аллах говорит. Сура 27 аят 17 У Сулеймана мир ему и благословение была армия джинов. Армия джинов, армия людей и армия птиц. Это были его армии. Обычно это как бывает только армия людей. А у него три расы было в армиях. Первое люди, то есть материальные существа, джины, то есть невидимые существа и птицы, которые осуществляли наблюдения с воздуха. Представляете эту мощь? Когда он выходил, за ним были сотни, тысячи пехотинцев, людей, сотни, тысячи джинов и сотни тысячи птиц. Еще история. Аллах говорит, когда они прибыли в долину муравьев, муравьев, вот скажите, братья, идешь ты с огромной армией, куда ты смотреть будешь? Ну, явно, не на муравьев под ногами. Но Сулейман, мир ему, пророк Аллах был очень внимательным. И вот они пришли в долину муравьев. И что интересно, Аллах говорит, муравьиха сказала, именно муравьиха, то есть самка, как я понимаю, это была королева муравьев. Она вызвала ко всем остальным муравьям, о муравьи, войдите в свои жилища, чтобы Сулейман, мир ему, и его войны не погубили вас, даже не почувствовав этого. И Сулейман, мир ему, со всей своей огромной армией, целая армия идет вперед, и посреди этого шума всевышний Аллах дал ему услышать эту муравьиху. Вот это суперспособность. Вот не надо детям рассказывать всякие сказки про Супермена. Его не существует. Детям надо рассказывать про Сулеймана. Это был реальный человек. У него была власть над птицами, над людьми, над джинами. Да плюс еще к тому, он даже при сильном шуме мог расслышать слова маленькой королевы муравьев, которые она сказала муравьям. И когда Сулейман мир ему услышал ее, он улыбнулся и рассмеялся. Улыбнулся и рассмеялся. Вот некоторые говорят, мол, не смейся. Бывают же такие, да? Серьезные мусульмане. Ах и по исламу не смеются. Серьезным будь. В Коране про ад говорится. Всегда об аде думай. Некоторые очень серьезные, не смеются. Вот, друг, смотри, пророк смеется. Улыбнись, хорошего дня тебе. И потом Сулейман мир ему сказал. Остановил армию. Остановился и обратился с дуа к Аллаху. Сказал, Господи, внуши мне быть благодарным за твою милость, которую ты оказал мне и моим родителям. И внуши мне совершать праведные деяния, которыми ты будешь доволен. И введи меня по своей милости в число своих праведных рабов. Почему Сулейман улыбнулся, а потом рассмеялся? И почему он сразу обратился к Аллаху с такой молитвой? Величайшим царем на всей земле на то время был Сулейман мир ему. Он обладал силой, которой хватало, чтобы смести с пути любого. Одной из самых маленьких королев на земле была муравьиха. Вот смотришь на муравьев и видишь чудо Аллаха. Как они ориентируются, как они жертвуют жизнями, чтобы какой-то предмет в норку затащить. Как они все стройно ходят друг за другом. Вот как армия марширует стройно, вот так же и муравьи ходят. Вообще, видели муравьев друг за другом? По сути, это великая цивилизация. Вот смотрите, здесь у нас колонна, а вот здесь еще одна. И между ними люди ходят. Муравьи, знаете бы, как сделали здесь? Они бы обошли эту колонну, прошли бы по потолку, а потом бы спустились к выходу. Они понимают как-то по-своему. И переговоры они тоже как-то по-своему ведут. И пророк Сулейман мир ему их понимал. Аллах знает, как уж там между собой муравьи общаются. Антеннами может быть, но Сулейман их понимал. Вот если пчел взять, например, если колония пчел умрет, человечество умрет. Казалось бы, как так? Пчелы же просто. Миллионы фунтов в разных частях света тратится сегодня на изучение колонии пчел. Если пчелы вымрут, это повлечет за собой цепочку больших последствий. Король джунглей может быть лев, но королева джунглей это муравьиха. Муравьи, казалось бы, маленькую работу делают, но эффект от нее огромный и распространяется он на все джунгли. Если муравьев не станет, то это приведет к огромным последствиям. И Сулейман, мир ему, как царь своего времени, понял на примере муравьихи, что неважно, насколько ты силен, ты не должен уничтожить тех, кто меньше тебя. Сулейман знал, так же, как у него есть возможность растоптать этих муравьев, так же у его Господа есть возможность забрать его душу, и он перед ним бессилен. Абдуллах бин Мас'уд, довольство Аллаха ему, занес руку, чтоб раба ударить, и за спиной услышал голос. Это был пророк саллиллаху алейхи ва салям. О, Абдуллах, говорит, у Аллаха над тобой больше власти, чем у тебя над этим рабом. То есть, в твоих силах ударить этого раба, но не забывай, над тобой тот, кто может наказать тебя. Аллах говорит в Коране Сура под номером 48, аят 24. Он тот, кто убрал их руки от вас и ваши руки от них. Здесь речь о нашем пророке Мухаммаде и его армии. Они шли умру совершить, и Аллах пожелал предотвратить войну. Вот и здесь тоже Аллах пожелал спасти муравьев от Сулеймана и его армии. И Сулейман поблагодарил Аллаха. И за родителей тоже своих помолился. Ведь каким бы великим царем ты ни был, есть люди над тобой, родители твои, они выше по статусу. В общем, вот с такой молитвой Сулейман обратился к Аллаху. Какой у тебя вопрос, брат? Каяться Аллаху нужно как за большие грехи, так и за маленькие. А вот вы сказали, доброе дело делать сразу после греха. Да. Добрым делом стирать грехи можно как большие, так и маленькие. Сразу после греха доброе дело. И надо не терять надежду, не отчаиваться в милости Аллаха. Если согрешил, покаялся и дальше вперед. Потому что если на грехе зациклиться, то ты далеко не уйдешь. В упадке настроения от тебя пользы мало будет. Как узнать, что Аллах принял твое покаяние? Вот если ты покаялся и прекратил совершать этот грех, тогда знай, что Аллах признаки. Если ты каешься Аллаху, искренне сожалеешь аж до слез. Перед Аллахом плачешь. Ты так сожалеешь, что совершил этот грех. И вот ты вытираешь слезы и чувствуешь такое спокойствие на душе. Это признак, что Аллах принял покаяние. Покаяние вселяет спокойствие в душу, а грех вселяет тревогу. Пусть Аллах всемогущий на велик примет от нас. Да воздаст вам Аллах благом. Вся хвала Аллах Господу миров. Братья, сестры, лайки ставьте, подписывайтесь, комментарии пишите и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить.